Майдан в Беларуси. У оппозиции три пути. У Лукашенко только один. Статья в репортере за 17 августа 2020 года. Александр Неукропный. Первая часть статьи. Прошедшие выходные, отмеченные новыми массовыми акциями как в Минске, так и в других белорусских городах, отчетливо продемонстрировали два ключевых момента. Во-первых, протест против действующего президента, к счастью, утратил предельную агрессивность и перешел в иную, ненасильственную фазу с совершенно другими тактическими и стратегическими решениями его участников и кукловодов. Во-вторых, всем стало окончательно ясно, ничего не закончилось. Просто перевернуть страницу, забыть все случившееся и жить дальше так, как будто не было нескольких трагических дней и ночей с уличными побоищами, населением и ожесточением с обеих сторон уже не получится. Стороны начавшегося гражданского конфликта лишь накапливают силы, перегруппировывают их и строят новые планы дальнейших действий. Основные направления, по которым могут развиваться события в Белоруссии, отчетливо видны уже сейчас. Майдан на выбор Понятно, что какое-то время противоборствующие стороны еще смогут оставаться в том неустойчивом равновесии, в котором находятся сегодня. Однако у каждого из лагерей этого конфликта есть более чем отчетливые причины не затягивать сюжет, а постараться склонить чаши весов на свою сторону как можно скорее. Для президента и всей остальной вертикали власти дальнейшее продолжение протестов чревато как имиджевыми, так и чисто экономическими потерями. В том числе, если оппозиции удастся все-таки подбить на прекращение работы хотя бы какое-то количество серьезных промышленных предприятий. Экономика Белоруссии и так находится в далеко не блестящем состоянии. А волна забастовок, если таковые начнутся, может и вовсе стать для нее пресловутой последней каплей. При этом, естественно, любые негативные тенденции в этой сфере, которые затронут достаточно большое количество граждан страны, будут протестующим на руку и могут привести к увеличению числа их сторонников. С другой стороны, многие белорусы, сегодня пока еще воспринимающие протестные акции как повод потусить в приятном обществе на фоне прекрасной погоды, со временем могут осознать все потенциальные минусы подобного времяпрепровождения. То, что сейчас представляется интересным, новым, бодрящим и волнующим приключением, в котором есть нечто от вкушения запретного плода, потом просто наскучит. Да и погода испортится рано или поздно. Утратившие на сегодня радикальные нотки массовые выступления рискуют таким образом вылиться в невнятные, беззлобные народные гуляния, которые власть либо прекратит волевым решением, без особенного применения силы, либо чего доброго возьмет под свой контроль. Следовательно, нынешняя пауза есть не что иное, как антракт между первым и вторым отделениями пьесы, финал которой пытаются написать сразу несколько сценаристов. По-украински. Приемлемые для противников Лукашенко пути развития ситуации можно, пусть и достаточно условно, разделить на три основных. Первый условно обозначим как украинский сценарий. Максимальная радикализация выступлений, силовое противостояние с правоохранителями, непривенно приводящее к жертвам с обеих сторон, захват административных зданий в столице и других городах. Одним словом, государственный переворот во всей своей красе, которую мы наблюдали в Киеве в 2014 году. Тем не менее, как раз этот наиболее прямолинейный и, заметим, более всего устраивающий Запад, где уже вовсю лепят из Лукашенко кровавого диктатора. Вариант сегодня вероятен менее всего. Дело тут прежде всего в том, что, действуя агрессивно, пытаясь что-либо захватить протестующие, дадут президенту основания для ответных мер, которые по своей жесткости могут превзойти те, которые уже были приняты в предыдущие дни. Украину погубили не слишком мягкие или непрофессиональные действия милиции. Ее сотрудники и, прежде всего, бойцы Беркута готовы были и имели полную возможность покончить с тамошним Майданом, причем не один раз. Все усугубило трусость и нерешительность Виктора Януковича и других представителей верховной власти. До последнего боявшихся применить силу и буквально вязавших по рукам и ногам защитников конституционного порядка. То, что в случае с Александром Григорьевичем Майданчиком ни на что похожее рассчитывать не приходится, он уже доказал. Что крайне важно, на проходившем воскресенье в Минске митинге собственных сторонников президент однозначно пообещал ребят не сдавать. Можно сказать, поклялся прилюдно. Никаких орг-выводов в отношении бойцов ОМОНа или руководства МВД, чьи крови требуют толпа, не последовало. Судя по всему, не последует и впредь. Нет, украинский вариант сегодня маловероятен. По-армянски. Второй путь, по которому может и судя по всему как раз и стремиться пойти антилукашенковская оппозиция, наиболее всего аналогии имеет с событиями 2018 года в Армении. Там тоже время от времени вспыхивали стычки с полицией, лился слезоточивый газ и гуляли дубинки. Были задержаны, арестованы и травмированы. Однако главным оружием, которое привело тамошних протестующих к победе, стали многочисленные ненасильственные акции, направленные на блокирование правительственных зданий и учреждений, перекрытие улиц и дорог. Именно такими способами, парализуя едва ли не полностью транспортное движение в стране и прежде всего в ее столице, дестабилизируя деятельность важнейших правительственных министерств и ведомств, оппозиция добивалась своего. Длилась вся эта заваруха более месяца и в конечном итоге власть сдалась. В Беларуси к озвученным выше приемам хотят добавить еще и массовое стачечное движение, которое, как я уже обозначил выше, будет для Минска серьезнейшим вызовом. Ладно, какие-нибудь незначительные заводики или фабрики, но если остановится, к примеру, БелАЗ, МАЗ или Беларусь-Калий, мало как говорится, не покажется никому. Вот только вряд ли это получится. Не будем забывать, все крупные предприятия в Беларуси являются государственными. Лукашенко уже совершенно открытым текстом предупредил желающих побастовать, что впоследствии на свои рабочие места они вряд ли вернутся. По его словам, штаты и так раздуты, и сокращение кое-каким флагманам народного хозяйства пойдет только на пользу. Да и вообще, забастовка сотрудников госпредприятий против батьки – это мыши против сыра, в самом что ни на есть классическом варианте. Не будет его очень скоро, все тамошние промышленные гиганты, в лучшем случае, сменят хозяев на иностранных. Случаи наиболее вероятным, попросту будут остановлены и превратятся в развалины и груды металлолома. Украина тому прекрасный пример. Продолжение следует. Это была первая часть статьи Александра Неукробного в репортере за 17 августа 2020 года. Майдан в Беларуси. У оппозиции три пути, у Лукашенко только один.